Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». В 1929 году, 18 мая, в США состоялась первая церемония вручения «Оскара». В 1985 году, 18 мая, началась антиалкогольная кампания в СССР. В этот день родились такие известные люди, как персидский поэт, математик, астроном, философ Амар Хайям, последний русский император Николай II Романов, румынская и российская певица, исполнительница романцев, народная артистка России Алла Баянова, глава Римско-католической церкви, 264-й папа римский Иоанн Павел II и советская и российская актриса театра и кино Валентина Ананина. Далее наш эфир продолжит музыка. Не переключайтесь. Далее наш эфир продолжит музыка. Девушка, к вам с песней пришла, Радость и улыбку с собой принесла. Давай запевать со мною Кавказ, Ведь нам не хватает счастливых глаз. Давай запевать со мною Кавказ, Ведь нам не хватает счастливых глаз. Все помнят, как дружно мы жили вчера, И в гости ходили друг к другу всегда. Бывало, все вместе за стол собирались друзья, И пели, трясали всю ночь до утра. Бывало, все вместе за стол собирались друзья, И пели, трясали всю ночь до утра. Пой Кавказ, пусть песни летят над горами, Мой Кавказ, ты радость моя и печаль. Пой Кавказ, пусть песни летят над полями, Мой Кавказ, тебе всем сердце верно. Пой Кавказ, пусть песни летят над полями, Мой Кавказ, тебе всем сердце верно. Пой Кавказ, пусть песни летят над полями, Мой Кавказ, пусть песни летят над полями, Мой Кавказ. Пой Кавказ, пусть песни летят над полями, Мой Кавказ, ты радость моя и печаль. Пой Кавказ, пусть песни летят над полями, Мой Кавказ, тебе всем сердце верно. Пой Кавказ, пусть песни летят над полями, Мой Кавказ, ты радость моя и печаль. Пой Кавказ, пусть песни летят над полями, Мой Кавказ, тебе всем сердце верно. Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». В России в очередной раз продлили дачную амнистию. Начиная с 1 сентября 2006 года этот закон рассматривали и продлевали несколько раз. Для того, чтобы граждане страны и дальше могли в упрощенном порядке регистрировать права собственности на дачные дома, Госдумой было принято решение о продлении данного закона до 1 марта 2031 года. Как на самом деле этот режим позволит оформить в собственность недвижимость на выгодных условиях и насколько упростилась процедура регистрации дома, выясняла наш корреспондент Мадина Жужуева. В нашей стране сложилась такая ситуация, что некоторые граждане владеют участками или другими объектами недвижимости без зарегистрированного права собственности. И таких много, и чтобы это исправить, была введена дачная амнистия. Это народное название различных законов, которые позволяют в упрощенном порядке оформлять в собственность некоторые земельные участки и дома. Сейчас ее срок продлен до 2031 года. Начальник межмуниципального отдела по Зеленчукскому и Урубскому районам управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Рашид Алботов отметил, что безусловно этот закон очень важен для граждан страны, поскольку дачная амнистия касается регистрации прав в упрощенном порядке земельных участков, личного подсобного хозяйства, гаража, индивидуального жилищного строительства. Дачная амнистия – это общенародное название федерального закона номер 93 ФСЗ от 30.06.2006 года. Закон – это о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации по упрощению регистрации прав на недвижимость. Дачная амнистия касается регистрации прав на земельные участки, предоставленных для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, для садоводства, на тот момент и дачных участков, и объектов, расположенных на них. То бишь, недвижимость именно исходя из видов разрешенного использования земельных участков, то бишь, что я сейчас перечислил. В сельских поселениях в основном это личное подсобное хозяйство, земельные участки, и расположены на них дома и строения. А я забыл сказать про индивидуальный гараж, то бишь, это тоже этого касается. А ИЖС – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок в упрощенном порядке регистрируется, и дом на нем расположенный, и гараж, если на территории этого земельного участка расположен, зарегистрировать можно в упрощенном порядке. А садовые участки, то бишь, предоставим блог гражданину земельный участок для ведения садоводства, вот, его можно в упрощенном порядке зарегистрировать, в соответствии с действующим законом этим. И можно на сегодняшний день уже на садовом участке можно построить даже индивидуальный жильевой дом, и в упрощенном порядке также его зарегистрировать. Все документы в том-то и дело, что закон упростил порядок регистрации. Раньше надо было брать разрешение на строительство и в соответствии с разрешением на обводную эксплуатацию регистрировать права на дом. На сегодняшний день разрешение не дается, даже согласительная процедура не проводится. На сегодняшний день, если у вас есть права на землю, а в то же время, допустим, права на землю тоже регистрируются в упрощенном порядке на данные земельные участки, виды разрешенного использования, которые были вышеперечислены, и право на дом регистрируется в соответствии с документом, подтверждающим право на земельный участок, плюс технический план, который изготавливает кадастровый инженер. То бишь, разрешительной документации на сегодняшний день не надо. Дачная амнистия предусматривает упрощенный порядок регистрации прав не только на жилые и садовые дома на садовых участках и индивидуальные жилые дома. Она также распространяется на земельные участки, предоставленные гражданам до 30 октября 2001 года в собственность. Зарегистрировать права на указанный объект в упрощенном порядке можно бессрочно. 30 октября 2001 года – это у нас вступление в силу земельного кодекса. То бишь, земельный участок предоставлен гражданину для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, индивидуальное жилищное строительство, для садоводства, дачничества. Под индивидуальный гараж, если земельный участок был предоставлен до той даты, которую вы сейчас озвучили, то гражданин может обратиться в регистрирующий орган в соответствии с тем документом, с которым был предоставлен этот земельный участок, и зарегистрировать права собственности на данный земельный участок. До 2001 года, 30 октября, гражданину предоставили земельный участок. У него на руках сегодня есть любой документ, подтверждающий факт предоставления данного земельного участка. Например, постановление или, допустим, свидетельство. Там не имеет значения, на каком виде права был предоставлен данный земельный участок. Бессрочное пользование, пожизненаследуемое владимое или в собственности, не имеет значения. Вот у гражданина есть этот документ. Он с этим документом обращается на сегодняшний день в органы МФЦ с заявлением о регистрации права собственности на данный земельный участок. При этом оплачивает госпошлину 350 рублей, обратился. И в соответствии с этим документом регистрирующий орган на сегодняшний день регистрирует право собственности на данный земельный участок. Росреестр регистрирует право собственности на земельный участок, вне зависимости на каком виде права был предоставлен данный земельный участок. Мы сейчас конкретизируем, это те земельные участки, которые, повторяюсь, предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства на территории населенного пункта, для индивидуального жилищного строительства, для садоводства, дачничества и индивидуальный гараж. Упрощенка касается именно этих земельных участков. После регистрации, а можно даже и одновременно, он может обратиться с заявлением для регистрации права собственности на объект недвижимости, который расположен на данном земельном участке, тоже в упрощенном порядке. На сегодняшний день это будет, если он землю зарегистрировал, то на основании документа, подтвердивающего право на земельный участок и плюс технический план, изготовленный кадастровым инженером на этот объект недвижимости. Сейчас перед строительством садового дачного дома не нужно уведомлять местную администрацию или получать у него разрешение на строительство. Такое послабление действует до 1 марта 2031 года. После строительства достаточно заказать у кадастрового инженера технический план дома. Если дом уже построен без уведомления или разрешения, его все равно можно оформить в упрощенном порядке. Для этого достаточно подать в МФЦ правоустанавливающий документ и подписать заявление о регистрации права собственности. В течение нескольких рабочих дней участок зарегистрирует в собственность, отметил начальник межмуниципального отдела по Зеленчукскому и Уропскому районам управления Росреестра по Крачево-Черкесии Рашид Алботов. Начнем, допустим, с личного подсобного хозяйства. Это у нас сельские поселения. На территории сельских поселений земельные участки в основном это личное подсобное хозяйство. Ну и есть земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Вот на этих земельных участках можно построить индивидуальный жилой дом и по хозяйственной какие-то постройки. Ну плюс еще индивидуальный гараж можно построить. На все вот эти объекты, вышеперечисленные, регистрируются право в упрощенном порядке. Законодатель внес изменения и на сегодняшний день на земельном участке для ведения садоводства можно как садовый дом построить, так и индивидуальный живой дом тоже построить. Садовый дом у нас без права прописки, и это не круглый год он живет, он приезжает и уезжает. А когда мы говорим об индивидуальном жилом доме, то он с правом прописки и, естественно, круглый год он там живет. Кроме того, этот закон расширил действие дачной амнистии. Теперь по новому закону на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства можно построить дом высотой не более 20 метров и не более чем с тремя наземными этажами. Максимальная площадь жилого или садового дома не ограничивается. Максимальная площадка 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 Продолжаем региональный эфир Радио России. У микрофона Альбина Ухтова. Выезд на заминированные объекты, поезд, схронов с оружием и взрывчатки в автомобилях, задержанию опасных преступников – таковы их будни. Сегодня, как и всегда, кинологи подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии вместе со своими четвероногими помощниками охраняют спокойный сон мирных граждан. Для кинологов собака – это не только верный друг, но и настоящий незаменимый помощник, который несет полноценную службу наравне с людьми. Тему продолжит моя коллега Рита Нерова. Собак Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Артемом Будниковым Артем Дмитриевич, доброе утро Доброе утро, Эдит Основная специализация собак Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии – это минно-розыскная служба? Совершенно верно. В своей работе мы используем минно-розыскных собак, так как основная наша задача собак, стоящих на вооружении инженерно-технического отделения ОМОН Это поиск, обнаружение, идентификация взрывоопасных предметов А как происходит процесс тренировки собаки на выявление взрывчатых веществ? Вот что показывает практика? Это долгий процесс? Нет, не совсем. Когда ты знаешь свое дело, в принципе, этот процесс не занимает больше двух месяцев именно специальная подготовка собаки Дальнейшая, конечно, тренировка уже оттачивания навыков собаки до совершенства Потому что сырая собака все равно работает похуже, чем уже опытная и с многолетним опытом От уровня подготовки собаки зависит очень многое, так как кинологи вместе со своими четвероногими напарниками Вносят огромный вклад в обеспечение общественной безопасности не только нашей республики, но и страны в целом Каковы все-таки особенности дрессировки? Особенности дрессировки конкретно минно-ростных собак заключаются в том, что мы стараемся подбирать уже собак, которые имеют уравновешенную психику и более спокойные, нежели собаки, используемые на лапе А как это определяется? Берем щенка, смотрим уже, как он подходит, нам не подходит, как он реагирует Агрессивно, неагрессивно? Даже если проявляет немного агрессию, это ничего страшного, потому что с возрастом все равно характер собаки достаточно меняется Но в процессе уже подращивания щенков мы следим, чтобы не проявляли щенки трусости на различные раздражители, громкие, звуковые, световые раздражители И также, чтобы собачки чувствовали себя комфортно в среде, окруженной людьми Так как приходится работать зачастую при большом скоплении людей, например, на масковых мероприятиях А также, ну, сильно агрессивные собаки не подходят для работы в учебных заведениях, там, школьного или дошкольного образования Бывают вызовы туда у нас Ну и плюс собачка, которая подбирается для минерационной службы, желательно, чтобы она все-таки проявляла какую-то пищевую реакцию Заинтересованность в еде, так как мы в своей тренировке используем лакомство в качестве поощрения И при обнаружении собака искомого запаха она получает лакомство В меньшей степени мы используем собак, которые заинтересованы в игре Так как, ну, игровым методом также можно научить минеростную собаку Но мы стараемся этого не делать, а поощрять игрой только уже в конце тренировки Так как можно собаке сбить весь настрой к поиску И собака очень сильно концентрируется на дрессировщике Она следит за твоими действиями, когда ты ей дашь игрушку И больно-невольно дрессировщик может подсказать уже собаке, где заложен искомый запах И нам это не нужно, нам нужно, чтобы собака нам показывала Артем, скажите, а на какие породы собак вы делаете наибольший упор? Я знаю, что, допустим, в других субъектах востребованы такие породы, как немецкие, бельгийские Там какие-то восточноевропейские овчарки, а также лабрадоры Ну да, конечно, у нас в нашем субъекте такая же история У нас служат и немецкие овчарки Эта порода зарекомендовала себя уже много лет И верой и правдой служит нашей родине А также сейчас, ну как уже сейчас, сложно говорить Лет уже 10 как в войсках поступают нормальные бельгийские овчарки Тоже очень хорошая порода, хорошо себя зарекомендовала Плюсом данной породы является то, что в отличие от немецкой овчарки У нее пока не выявлены какие-то породные болезни Какие-то характерные для данной породы Как диспозита забедренного сустава А также крипторхизм у немцев достаточно часто встречается Также мы используем, да, лабрадоров И породы собак, которые являются охотничьей породой собак Легавые, гончие породы Тут нету каких-то приоритетных В общем, абсолютно все породы, которые себя хорошо зарекомендовали Породы, которые, ну, так называемые пастушьи породы и охотничьи, которые имеют хорошее обоняние Вот, нас интересует именно способность собаки определять искомый запах А собаки способны обезвреживать вооруженных преступников? Да, ну, в нашем случае минно-ростные собаки не предназначены для обезвреживания вооруженных преступников Но в войсках национальной гвардии также у нас используются патрульно-ростные собаки Это входит в их обязанности И продавление огневой точки противника, и захват вооруженного бандита Говорят, что служебные собаки не лают, а не рвут на части Вот просто подбегают и молча кусают, это так? Не совсем, только уже как поставлена работа собаки Если она по стандарту, там, ИПО, например, поставлена То собачка должна будет спокойно... Это как по стандарту? Да, как натренирована, проще можно сказать То есть, если собака натренирована не кусать стоящего человека Если он не оказывает сопротивления, не убегает, не кричит, ну, просто стоит То собака должна его окарауливать лаем Подбежала, села или стоя, облаивает этого наружения Кусает она уже при оказании сопротивления или по команде кинолога уже Потому что, ну, для чего нам уже задержанного человека лишний раз травмировать Если он не оказывает нам сопротивления Скажите, а способны ли злоумышленники сбивать поисковых собак со следа? Если да, то каким образом вы исключаете эти моменты в процессе дрессировки? Ну, скажем, преступник пытается маскировать запах тротила или же едой, скажем Возможно ли этот момент учесть в процессе дрессировки, что собака даже не обратит внимание на какие-то посторонние запахи? Этот процесс, несомненно, мы учитываем, но совсем исключить возможность ложного срабатывания собаки тоже нельзя исключать Поэтому работа расчета минно-ростной собаки, в большей части это работа кинолога, процентов на 70 30% это уже работа собаки, как ты ее натренируешь Все-таки на то он и расчет минно-ростной собаки, что человек здесь главный Человек, наблюдая за собакой, может определить, что она нашла Потому что, когда в процессе дрессировки и просто при общении с собакой Ты понимаешь ее реакцию на тот или иной запах все равно Вот тут она нашла, что кошка пробежала Тут, может быть, еда лежит Тут вот искомый запах Это, ну, совсем разное поведение собаки Тут все зависит от человека, как он может интерпретировать поведение своей собаки Артем, одна из основ вашей службы, насколько я понимаю, это взаимопонимание кинолога с собакой Разумеется, это фундамент слаженной и продуктивной работы От ваших грамотных действий зависит безопасность огромного количества людей Каждый кинолог сам выбирает себе щенка в специализированном питомнике Ориентируясь на характер, вот вы говорили, и темперамент будущего напарника, так ведь? Да, конечно, мы подбираем под каждого дрессировщика Именно собаку, исходя из ее породных черт и также поведенческих характеристик Уже подбираем конкретно под человека Стараемся, когда к нам приходит новый кинолог Мы вместе с ним уже выбираем собаку Мы можем не только в специализированном питомнике подобрать Также может человек самостоятельно уже подбирать у заводчиков Хороших зарекомендовавших себя Восковые питомники тоже мы не исключаем Тут, наверное, главная все-таки подготовка самого кинолога Да, конечно, подготовка самого кинолога И он сможет любую собаку под себя подстроить, правильно? Да, после обучения приходящий к нам человек Они обязаны пройти обучение уже на кинолога Потому что не всегда к нам приходит человек подготовленный Даже в большинстве случаев человек, ну, он хочет быть кинологом Но у него нет специального образования Мы отправляем его на курсы подготовки Там его обучают уже И дальше он совершенствует уже в процессе самостоятельной подготовки Свои навыки И дрессирует собаку Работа у четвероногих бойцов непростая Основные цели и задачи, которые стоят перед ними Поиск, как мы уже выше говорили И обнаружение взрывчатых веществ и устройств Огнестрельного оружия и боеприпасов Кинологи со своими питомцами выезжают на любые сообщения О подозрительных предметах Они же осматривают площадки На которых должны пройти какие-то массовые мероприятия Вот бывают ли случаи, когда что-то не так пошло? Конечно, бывают такие случаи Надеюсь, это будет меньшинство Но пока в нашей конкретно кинологической службе Пока все идет без происшествий На все вызовы мы реагируем своевременно и правильно В каком случае сотрудник Росгвардии Может спустить собаку на человека? Сотрудник Росгвардии может применить Служебную собаку для работы по человеку В случаях, указанных в федеральном законе номер 226 О войсках национальной гвардии Это в случае, если человек оказывает вооруженное сопротивление Или этот человек скрывается, например, от правоохранительных органов Есть некоторые случаи, когда служебную собаку нельзя применять Это в отношении женщин, детей и лиц с явными признаками инвалидности А также беременных женщин Наверняка основополагающим в том, как себя будет чувствовать служебная собака И является правильное и сбалансированное питание А также соблюдение чистоты и порядка в вольерах Да, у нас каждый киноволокон обязан ухаживать за своей собакой Мыть ее, кормить, поить Для кормления мы используем сухие полнорационные Корма преимущественно у нас сейчас Корма отечественного производства Вполне все неплохие Зарекомендовали себя С хорошей стороны Ну и содержатся они у нас На кинологическом городке Специальная территория в нашем управлении Ну и плюс кинологи могут содержать собаку в домашних условиях Например, я То есть я прихожу на работу с собакой И вечером ухожу с ней домой То есть каждый божий день С утра с собакой на работу Вечером домой Да Ну что ж, время, отведенное для нашего разговора Подошло к концу Я благодарю за ответы на наши вопросы Спасибо вам Желаю доброго дня Ну а тем, кто нас слушал, напомню Мы беседовали с начальником Кинологической группы Отделения боевого обеспечения Управления Росгвардии по Карачао-Черкесе Артемом Будниковым Песен еще не написаны Сколько? Скажи, кукушка Пробой Пробой Если есть порох, дай огня Вот так Кто пойдет по следу одинокому Сильные да смелые головы сложили в поле В вою В вою Мало кто остался в светлой памяти В трезвом уме Да с твердой рукой Втрою Втрою Солнце мое Взгляни на меня Моя ладонь превратилась в кулак Если есть порох, дай огня Вот так Где же ты теперь, моря вольная? С кем же ты сейчас Ласковый рассвет встречаешь? Ответ Скажу, с тобой, да плохо без тебя В голову, да плечи терпеливые Под плеть Под плеть Ты в солнце мое Взгляни на меня Моя ладонь превратилась в кулак Если есть порох, дай огня Моя ладонь превратилась в кулак Моя ладонь превратилась в кулак Если есть порох, дай огня Вот так Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синопсиков Сегодня по Карачаево-Черкесии Ожидается переменная облачность Преимущественно без осадков Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду Температура воздуха Плюс 19, плюс 24 В горах местами до Плюс 11, плюс 16 В горах республики Выше 3000 метров Лавина опасна В Черкесии слабый дождь Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду Столбик термометра Поднимется до отметки Плюс 23 На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаево-Черкесии Подошла к концу В студии работала Альбина Охтова Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Эджиев Мы с вами прощаемся Удачного дня И отличного настроения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова